Ассалам алейкум, уважаемые зрители моего YouTube-канала! Совсем недавно я готовил тесто на Лагман и обещал приготовить самую вкусную подливу. Сегодня я нахожусь на работе, поэтому есть возможность продемонстрировать, а также раскрыть самый главный секрет, о котором вы узнаете в этом видео. Поэтому смотрите до конца, чтобы не пропустить самые важные элементы. А мы начинаем, поехали! Итак, друзья, давайте быстро пробежимся по ингредиентам, какие продукты я использую, чтобы у вас было понимание. Для начала это говядина, замаринованная в белковом маринаде, также пекинская капуста и болгарский перец. Все это нарезано произвольно. Вот, собственно, чеснок, сельдерей, сахар, репчатый лук, соль, куриные гранулы, лапиза, пшеничный уксус. Это тоже очень важный фактор. Соевый соус и, конечно же, масло сучанского перца, а также ее называют малаю. В первую очередь мы разогреваем сковородку, в данном случае я использую сковородку Vogue, но если вы на этом моменте немножечко расстроились, я спешу вас заверить, что в домашних условиях тоже можно приготовить неплохой сайт для лагмана. Собственно, масло разогрелось, я добавляю немного чеснока и следом закладываю мясо, обжариваю буквально 2-3 минуты, даю колер до золотистого цвета и закладываю репчатый лук. Обжариваю также минуту, примерно плюс-минус, и добавляю лапизу. Значит, лапизу тоже обязательно обжарить. Значит, закладываем пекинскую капусту, чтобы у вас было понимание, я сейчас готовлю на 10 порций. Если у вас 1-2 порции, соответственно, время приготовления будет гораздо меньше. Поэтому не смотрите на тот момент, что я обжариваю там навоки долго, да, овощи. Собственно, дальше я закладываю болгарский перец. Конечно, по-хорошему лучше использовать полугорький перец, потому что он гораздо тоньше и обжаривается намного быстрее. Теперь я добавляю немножечко воды, чтобы ничего не пригорало. Все оставалось, как говорится, на уровне. Теперь я добавляю пшеничный уксус, немного малаю и, конечно же, соевый соус. Далее я добавляю специи. Это соль, сахар и, конечно же, куриные гранулы, что усилит наш вкус от лагмана. В конце я добавил немного сельдерея. Это раскрывает наш подлив на лагман еще ярче. Собственно, все, друзья, наш подлив готов и, на мой взгляд, получилось шедеврально. Что касается теста на лагман, у меня уже есть видео на эту тему, поэтому обязательно посмотрите. Там раскрыты все нюансы и я думаю, что вопросов никаких не останется. Собственно, дальше мне хочется показать вам фрагменты с работы, какие блюда мы отдаем. Значит, в данном случае я жарю лапшу с морепродуктами и куриную лапшу. Здесь происходит такая динамика, я готовлюсь сразу на двух воках, поэтому, если вам интересно, если вы досмотрели до этого момента, значит, вы реально мой преданный подписчик. И я безумно этому рад, поэтому давайте под хорошую музыку ставим, без комментариев. Вы просто посмотрите, насладитесь, если вам реально это интересно. И всем спасибо, друзья! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Друзья, если вам понравился этот ролик, обязательно поставьте палец вверх, потому что это реально мотивирует меня делать ролики все чаще и чаще. И обязательно подписывайтесь на мой YouTube канал, потому что каждую неделю я выпускаю ролики, и мы вместе с вами растем вверх. Всем спасибо, увидимся в новом выпуске. Субтитры сделал DimaTorzok